3,3 планеты понадобятся бы человечеству, если бы все жители Земли потребляли природные ресурсы, как средняя Россия. И что мы понимаем? Нам кажется, мы часто ругаем государство, но я уверен, что ни президент, ни премьер мусорят вот так на озере Байкал, на острове Альфон, на Байкале. Это наша культура пока. Да, мы находимся в этой точке А. Да, мы должны двигаться дальше. И что мы понимаем? В один момент мы создали организацию, которую мы назвали наш фонд. Это российская, не политическая организация, независимая. Мы дружим с ВВФ, мы с АНОМУРСКИЙ ТИГР, со всеми фондами. Зачем? Мы делаем инселераторы национальных парков для того, чтобы привлечь сюда людей, привлечь сюда туристов. И сделать устойчивое природопользование, сохранение биологического разнообразия в сотрудничестве с человеком. И сделать экологический туризм безопасным для природы. Потому что единственная возможность нам сохранить природу, это научиться жить в ней с сохранением и сотрудничеством. Да, вот так. Вот это экспедиции, которые были, это самолет, который туда отправляется. Мы создаем систему, где заповедники станут процветающими, как лучшие национальные парки мира. Вот модельным хозяйством в этом плане, то, на котором мы отрабатываем технологии, является национальный парк Бекин. Это миллион сто тысяч гектар, куда мы вкладываем сейчас 40 миллионов рублей для того, чтобы создать инфраструктуру, привлечь сюда людей, которые бы оставляли там деньги, которые бы шли на поддержание этого парка и на поддержание тех коренных народов, которые живут на этих землях. Да. Кроме того, я хотела бы сказать, что мы в содружестве с лучшими экспертами, которые имеют огромный опыт по успешным проектам, их немного сегодня в России, но они есть, описываем эту модель, описываем как франшизу. Вот как в бизнесе бы описали успешную франшизу. То есть параллельно реализовываем и параллельно описываем, как ее сделать. Для чего? Для того, чтобы каждый из вас, каждый, кто неравнодушен и кто силен, мог взять и сделать это на своей территории. Вот такой модели сегодня нет, не описано. Ну, просто нет, да? И тем более ее нет в России, мировые примеры есть. Вот мы сделаем в России, просто раздадим инструмент, готовый для того, чтобы это можно было воштать. Что мы делаем? С одной стороны, мы собираем предпринимателей с деньгами, с другой стороны, мы собираем локомотивы природных территорий, это люди, которые живут на земле и которые каждые 500 тысяч рублей могут потратить очень эффективно. Для нас задача их скрестить, да, для того, чтобы вернуть туда вот этот интерес человеческий, чтобы вы, каждый из вас, могли поехать в любой заповедник, да, и быть там в гармонии с природой. Это целая большая работа, это тропы, создание инфраструктуры, это защита какой-то территории, потому что какую-то территорию просто бад, ее трогать нельзя. Да, вот. Мы хотим, чтобы каждый мог зарядиться силой этих детственных и живописных мест, потому что, честно говоря, мы с вами часто ругаем друг другу, да, что вот Россия, там вот Европа, это да. Но на самом деле, те, кто сохранил пока дикую природу на планете Земля, это наша страна. Это мы имеем возможность сегодня сделать этот шаг в будущее. Вот, зарабатывая на туризме, парки будут полностью окупать себя и не зависеть от внешнего финансирования. Ну, это для тех, кто с нами, и тех, кто к нам присоединится, это все реально, и нас много, друзья, мы всем поделимся. Да, что, если вы готовы дать деньги, или если вы готовы, если вы национальный парк, если вы готовы участвовать как волонтер, или если вы просто благотворительно хотите сказать спасибо вот этим двум прекрасным женщинам, на которых, я говорю, держится не только наша страна, но и будущее планеты Земля, вы подойдите и скажите им спасибо, а еще можете подойти на стойку, ждать всю информацию. Информация описана на наш-фонд.рф, мы есть в Инстаграме, мы есть в группе в Фейсбуке. На сайте есть наши телефоны, мы с Ольгой всегда на связи в любое время дня и ночи. Для любых проектов и коллабораций мы полностью открыты, и более того, мы верим, что это будет крутейший проект, и многие волонтеры уже как бы вписываются в то, чтобы участвовать, помогать. В феврале будет экспедиция туда, где мы ведем уже предпринимателей в Бекин, поэтому это весело. В феврале будет общероссийская лыжня, и в феврале у нас полетит самолет туда, на Дальний Восток. И удивительно, что на нас выходят нацпарки другие, это Байкал, это Алтай, Кавказ. Если вам близка какая-то территория, может быть, откуда вы родом, или по иной какой-то причине вам близка территория, тоже приходите, будем обсуждать, как сделать вашу территорию устойчивой, чтобы ее сохранить. А сейчас я с двумя этими прекрасными женщинами сделаю селфи здесь на сцене, а вас прошу похлопать, если вы рады тому, что такое происходит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.